Телефонные шкафы меняют имидж. Художники взялись за баллончики и с помощью них создают различные предметы. Теперь в городе будет пять обновленных шкафов. Во что они превратятся, знает Ольга Китик. Больше красок. Художники взялись за баллончики и расписывают новый объект. В городе уже давно разрисовали трансформаторные будки. Теперь холстом для творчества стали телефонные шкафы. Мы долго думали, что же такое еще можно было бы разукрасить и обратили внимание на эти телефонные шкафы. То есть они достаточно многие заклеены рекламой, либо просто серые, это в лучшем случае. Но мы решили, что если мы их хотя бы разрисуем, то возможно рекламу на них будут весить меньше. Художники преображали шкафы уже дважды. Один из них превратился в английскую телефонную будку, а во втором оказался замороженный персонаж «Звездных войн» Хан Соло. В четверг ребята посвятили еще трем необычным темам для росписи. И скучные серые телефоны и шкафы превращаются... Вот это будет автомат газированной воды, такой старенький. Еще одна будет компьютерный системный блок. И еще третья сегодня мы хотим покрасить, это будет геймбой. А теперь игра. Посмотрим, смогут ли одесситы угадать, что рисует художник. Не знаю, стакан, наверное, какой-то. Я не знаю, на какой-то автомат выдачи сладкой воды. Ну, похоже на банкомат, либо терминал. Ну, это телевизор, я вижу. Я не банкомат или что? Автопад какой-то. Какой? Не знаю, газировки, наверное. Газированный автомат для газировки. Наверное, холодильник. Как говорит художник, разрисованные будки люди не сильно берегут. Первую будку там немножко уже пописали, чуть-чуть. Мы пытаемся подходить и вставлять, конечно. Есть, хватает хулиганов, конечно. Несмотря на это, опрошенные нами одесситы довольны работой ребят. И советуют им продолжать в том же духе. Ольга Кетик, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.